Сегодня мы рассмотрим с вами интересную задачу, которая имеет несколько практическое значение, как в БТУ, так и наручность исследований в других вопросах, особенно в строительстве, в вопросах туристов, воды, месторождений, вкладов даже. Вот такой вопрос мы рассмотрим. Все, конечно, видели фильмы про так называемое лозоискатость. Сегодня мы объясним этот вопрос и скажем, что это не чудо, в результате нельзя назвать чудом, это электромагнетизм. Исторически так было дело, когда я столкнулся с этим вопросом, на одной из строек пришлось искать кабель. И мудрые электрики из-за алюминиевых проволоки согнули буквы 2 проволочка и начали ходить по местности, параллельно держа эти проволочки. Над кабелем в этом месте проволочки сошлись, они с другой стороны пошли и отметили две точки. И между этими клеточками ровно посередине начали рыть, и оказался там действительно силовой кабель. Вот это была такая моя первая практика с этим лозоискатостью. Учитывая это, немножко стал повзрослее, на своем картофельном участке решил тоже проэкспериментировать с этим вопросом. Тоже из двух алюминиевых проволочек согнул буквой D арматуру и начал ходить по участку. Следует отметить, что я, конечно, нашел много кое-чего, но, конечно, кладок не обнаружил, но с помощью этих проволочек, которые были не более 40 сантиметров длиной, и там, где буквы в руках я держал, ну, не более 15 сантиметров, вот этими двумя проволочками я нашел чугунную наконечник от ограды церковной и нашел таз металлический от церковной, на глубине примерно полуметра. В дальнейшем, когда начал заниматься металлическим магнитизмом, то вспомнил этот момент, вспомнил свой опыт житейский и начал это дело интерпретировать. У меня получилась такая картина, что поскольку мы имеем дело с грунтом, грунт это однородный, так, более-менее, где мы роем, это такая более-менее однородная субстанция, или песок, или глина, или что-нибудь такое, и если в ней расположена неоднородность, неоднородность может быть металлическая, может быть в виде воды, вода тоже минерализованная, тоже проводящая. Вот эта неоднородность, она концентрирует вокруг себя те поля, которые распространяются в земле, в свободе. Учитывая, значит, то, что около этой неоднородности концентрируется поле, то она уже по отношению к другому пространству переизвучает и является источником колебаний. И поскольку мы с вами занимались подробно двухпроводной линией, то это как раз вот двухпроводная линия, эффект двухпроводной линии полностью объясняет металлическим, как называется, лоза, металлическая лоза и статистическая. Ну и астатическая лоза и статистическая лоза и статистическая. Вот я здесь покажу пример. Возвискательство это не чудо, это и вестрое лоза. Вот мы ходим по земле. Под нами неоднородность. Она концентрирует около себя поле. Она переизвучает, является источником ЭДС. Через ёмкость земли и ёмкость между проводами она синфазно передаётся на эти два крутика. В крутиках наводится синфазный ток. А цепь замыкается через наши же подошвы, через ёмкость наших подошв. И вот и получается замкнутая цепь, в которой в проводниках текут совершенно равного направления токи. И согласно закону Амперы эти два тока притягиваются между собой. И мы видим, что перекрещиваются эти два провод. Вот такая картинка. Это также на два источника воды тоже концентрирует. И всякие металлические такие предметы. Вот весь процесс здесь хорошо проиллюстрирован. Можно даже численно рассчитать все эти ёмкости ЭДС для конкретного примера и посмотреть, как получается токи. Ну, естественно, чем больше проводимых, то алюминий достаточно хорошая проводимость, и силы возникает достаточно. Если не удерживать сильные эти два провода, то мы увидим, что силы достаточно для соединения. Как же объясняются прутики, пивовые прутики и прочие такие рогаточки, которые применяли издревле в обычных народах для поиска воды? Это объясняется тоже довольно-таки просто. Поскольку они однородно сконцентрируют на не только переменные пивы, но и статические составляющие, есть статические составляющие в этом концентрате поля. Статические составляющие это заряд. То есть, наводится там определенный заряд. Если прутики, то они диалетические. Соответственно, диалетические проницаемости сильно отличаются от диалетические проницаемости воздуха окружающего. И на них тоже соответствующий заряд на лимбе. Поскольку, значит, мы держим в руках эти прутики, то заряды получаются у нас противоположными. Суны с нашей смертвой. И вот, учитывая то, что противоположные заряды нет, они соединяются вот в районе этого, в районе нашего объекта, который подземлен. То есть, заряд там одного знака, на прутиках другого знака, и поскольку мы их симметрично расположим, то они по отношению к нам не противоположные заряды, они соединены. То есть, здесь в результате статики, статического электричества, взаимодействия электричества атмосферы, статического электричества Земли и нашего статического электричества нашего тела. В случае руки, в случае кутики, и обдувается ветром это все, и у нас получается замена. Вот таким образом, что я хотел сказать, что не только мы клады, кстати говоря, сейчас эти вот индукционные с усилителями, с рамками и так далее, индукционные искатели, монеты и так далее, и так далее продаются. Они изготовлены, продаются и приходят, ищут артефакты времен Второй войны. очень много находит с помощью этих покупных изделий, которые довольно дорого стоят. Ну, из практики могу сказать, что совершенно не надо затрачивать денег. Вот эти два алюминиевые проволочки, их даже некоторые сворачивают в спирали, эти проволочки в спирали еще индуктивность добавляют, то это достаточно для даже с высоты человеческого роста отделить даже монеты. Кто хочет искать кладки, кто хочет искать артефакты, то не надо этого дела покупать, достаточно этих металлических алюминиевых, это будет все в порядке. Еще с каких соображений какие могут быть еще проволения? Ну, это я уже сказал, из кабелей кладок воды, поиск подкопов, кстати говоря, можно искать подкопы, что очень важно для обороны объектов. Опять же, а даже можно и подводные лодки, которые под нами проплывают. Металлические подводные лодки, ну, может быть, даже отключить их отрывки. и третье приложение, которое направится, это наблюдение за невидимым надместом. Очень многим у нас молодежь, она интересуется миловой и так далее, и невидимой, тем более, сейчас в продажу поступили в США эти плащи-невидимки на основе пленки полимерная пленка тонкая, 100 нанометров толщевой, и на нее наносится тоже нанометровый слой меди. Вот, покрываясь такой практически невидимой пленкой, сам становишься невидимым. Особо таких невидимых закрытых медной пленкой хорошо фиксировать, нужно такие независимые штуки, которые соединяются, работают как датчики, очень простые, экономичные, и сообщаются вот такой плащи-невидим прошел товарищ Филипф фиксировать можно тоже в оборудии объектов этот вопрос играет большой урон. Вот такие приложения. Еще раз покажу, чтобы вы понеселились в эту картинку и приложение покажу. Вот такое неожиданное применение простой двухпроводной линии, которой мы уже занимаемся две или три лекции с вами. На этом на сегодня моё сообщение заканчиваю. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok